Мероприятие проведено в рамках правительственной программы сотрудничества общества и полиции и в поддержку призыва президента за Монголию без алкоголя. Организаторы постарались продемонстрировать, как спиртные напитки влияют на психологическое состояние человека, его здоровье, авторитет, трудовую жизнь, вообще будущее общества. По мнению участников стрит-арт, их наглядная акция должна привлечь общественность к борьбе с вредной привычкой. Активисты убеждали прохожих, раздавали материалы с призывом отказаться от употребления алкоголя во время праздников, пикников, посещения друзей. А для натур особо чувствительных подготовили поэтическое выступление, нравоучительные стихи писателей. Через творческие работы художников, декораторов мы хотим донести до наших людей идею пагубности алкоголя. Несмотря на холодную погоду, сегодня здесь собрались те, кому небезразлично будущее нашего общества. Хочу поблагодарить всех представителей организации и обществ за поддержку. Сотрудники нашей больницы подготовили стенды, на которых показано, какой ущерб здоровью приносит алкоголь. Кроме того, подготовили статистические данные о том, какой процент преступлений совершается в алкогольном опьянении. Считаем, что эти материалы должны заставить задуматься многих. Кроме этого, участники мероприятия показали, как разрушается здоровье человека, который употребляет алкоголь. У нас работает группа, которая занимается пропагандой отказа от вредных привычек. Проводятся семинары, встречи с работниками предприятия. Иногда мы специально приносим показать вот эти проспиртованные органы, чтобы человек своими глазами увидел, как выглядит здоровая печень и печень алкоголика, как выглядят легкие курильщика. Метод этот действительно работает, потому что от сигарет и спиртных напитков уже отказались многие наши коллеги. Бесспорно, совместными усилиями можно добиться больших результатов, нежели работая по одиночке. И акция это доказала. Ведь сегодня за здоровый образ жизни сообща выступили представители и правоохранительных органов, и здравоохранения, и творческих объединений, и простые горожане.